Добрый день, дорогие наши зрители! 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 по объему продаж рынок зерна, это центр, то есть Самара и Сызраль это два близких центра, это торговка, связанная с Волгой. Волга в среднем течении достаточно быстро освобождается от льда, что обуславливает навигацию достаточно долгую, что там же хранились, зерно свозилось отовсюду, и Сызраль еще вдобавок, это первый железнодорожный мост, который связывал центральную Россию с Уралом, то есть вот этот Александровский мост в Сызралье, это большая перевалочная база железной дороги, речного транспорта, поэтому естественно там она была богата. Да, совершенно верно. Так вот, мы говорим о том, что тот наш уже и так весьма существенный список является пополняемым, причем пополняется чуть ли не каждый месяц. Одно из чрезвычайно ценных приобретений нашим являлось сообщение о иконописнице Рай Ческове Никите Севастьяновича. Это персонаж повести Лескова, запечатленный Артем. Совершенно верно. Так вот, дело в том, что эти материалы нам в Сынке, соответственно, предоставил замечательный сынский кревет Зацаринный Сергей. Вот, большое ему спасибо. Причем здесь могу сказать, что Зацаринный выступает неким оппонентом тех многочисленных открывателей и вскрывателей сынской иконы, про которых мы говорили, по-моему, в первой серии. Да, которые находят какие-то неизвестные династии Фролову Кушкареву и прочие, прочие. Все от Грекова. Так вот, обратимся к Эдите Севастьяновичу. Нам известен точно год его смерти, 1886. Это год написания Николая Блескова, фактически очерка которой является эпитафией художнику, иконописцу. Так вот, это произведение называется «О художном мужа Никите и о совоспитанных ему». Так вот, Рачейсков находился долгие годы в русских отношениях с писателем великим Николаем Семеновичем Лесковым. И Лесков, значит, посвятил фактически иконописцу произведение «Запричневый ангел». Там иконописец является прототипом иконника Севастьяна. Лесков обращается к творчеству иконописца в произведение «Чарованный странник», это 1873 год. «Благоразумный разгонник», в скобках написанная фантазия, 1883 год, 1883, естественно. Вот, и быт художника в этих произведениях был описан в детали. Кстати говоря, знакомство Лескова с Рачейсковым, по-видимому, состоялось в городе Санкт-Петербург, где Рачейсков имел небольшую мастерскую. По-видимому, Рачейсков был известен в те годы. По крайней мере, известны несколько работ иконописца. Одна из них – это «Господь-вседержитель спас во звездах» в собрании дома-музея Лескова в городе Орёв. Это замечательная икона с дарственной надписью на обороте 9 января 1991 года от отца Андрея Николаевича Лескова. Оклад по полям икона датирован в 1873 году. Следующая икона – это образцы церкви работы Рачейского, датированной середины XIX века в собрании Государственного Русского музея. И где, да? Да. Есть известный еще спас нерукотворный с круглым кремом на обороте. Реставрировано, боюсь, соврать в терминах или возобновлено Рачейсково. Репановлено, да. Но, говоря о временных интервалах, смело, причем и по годам жизни даже, можно осудить то, что пик творчества Рачейского приходится на середину, может быть, начала второй половины XIX века. При этом, опять же, обращаемся к именной формуле. Значит, Рачейсков, фамилия, напоминает нам о том, что происходит он из села Старая Рачейска. Рачейка. А вот, под Сызрами. Точнее, может быть, не сам. Иконописец есть сообщение, что родиться он мог в селе Абшаровка, кстати говоря. Абшаровка? Да. В другой берег Волгифа. Да. Вот. Но то, что его фамильная формула берет свое начало из старой Рачейки, мы это видим. Ну, в Абшаровке тогда надо было память устанавливать. К сожалению, там закрылся птицефан, который можно себе позволить. Да. И, кстати говоря, собственно, и умирает он при посещении своего престарелого отца в Самарской губернии. Вот. А где? Неизвестно. Именно Самарской губернии. Вот такой персонаж и литературный, и иконописный является достоянием культуры. Культура, да, старобрядческой среднего положения. По мостаму. Кстати говоря, он был из беспополцев филипповского согласия. Филипповцы и поморцы, они были очень близки. Совершенно верно. Да. Кроме того, мы можем сказать, что, по-видимому, просьба был очень масштабным, я не буду приводить очень простые арифметические упражнения по поводу средней продолжительности жизни и какое количество иконописцев работало. Могу работать ежегодно в Сызанском уезде. Вот это можно посчитать самим. Но есть замечательное еще открытие в наших архивах. Это иконописное село Чертановка. Такое чрезвычное название. Речь идет о том, что Чертановка является селом, входящим в Сенгелеевский уезд. Так же, как и Теренга. Теренга отмечена большим количеством фамилий иконописцев, большим количеством сообщений в архивах по этому поводу. Так вот, Чертановка характерна тем, что все население, включая детей от 13 лет, после завершения сельскохозяйственного сезона, занималось написанием икон, которую вазами отвозили на близлежащие ярмарки. В первослышу. В том числе Сызранов. К сожалению, у нас... Вы прямо все расставили. Нам нечем привязаться. Мы не знаем, какие иконы писали в Чертановке. Поэтому вот такая вот беда. Теперь, раз мы заговорили о Сенгелеевском уезде, кстати говоря, Сенгелеевский уезд был упомянут и претереем Павлом Охотиным в своем почерке. Мы на него уже ссылались по расколу сектанства Сибирской губернии. Так вот, Теренгар. Огромное количество иконописов, огромное количество весьма занимательных историй. В частности, эта история относится к тоже к середине XIX века. Речь идет о Григории Кулдове, мальчике. И иконописок братьев Ивановского. Так вот, иконописок подписывает контракт с отцом Григория Кулдова на три года обучения, за что отец Григория платит, обязался заплатить им 200 рублей середро. Половину суммы он оплатил сразу. При этом Ивановского взяли на условиях мальчика его пропитание и одежда. 200 рублей серебром в середине XIX века. Но сейчас подумаем. В конце зарплата рабочего, квалифицированного, 40 рублей. Реформа Витте, то есть рубль потерял где-то треть. То есть, соответственно, где-то 20 рублей, 27. Вот зарплата квалифицированного рабочего. А до этого, ну где-то вот месячный зарплата рабочего, я так понимаю, что было где-то 10-15 рублей. Где-то вот так вот. Вот приблизительно 200 рублей. Это практически год работы рабочего. Но это говорит косвенно о том, что профессия экономиста это вполне... Да, арспектабельная и доходная профессия. Так вот, в чем состоялась сама история? Григорий Колдов спустя год обучения взялся передать некому субъекту 3 рубля серебром и исчез вместе с деньгами. При этом братья пожаловались в приставу города Сызрани на то, что мальчик от них сбежал. И мальчик в настоящее время доведен почти совершенно до условленной науки так, что он может без наставлений сам один исправлять работу низкого сорта. То есть... Простые иконы? Да, простые иконы. Может быть какие-то фрагменты техники написания. Личное, да личное. Да, да личное, что-нибудь такое. Так вот, в дальнейшем мальчик, пишет Григорию, прошу прощения, Трофиму Ивановскому, следующее послание. Помета получена 29 июня 1955 года. Я желал к вам, только меня замучает совесть. Я теперь нахожусь в полном здоровье. И теперь ожидаем мы вторичной награды. Половинную часть на Петров день получил. 200 рублей серебром. Мальчик. Теперь у меня одежа есть хорошая. Пальто стоит 10 рублей серебром. Брюки стоят 8 рублей серебром. Жилет стоит 3 рубля серебром. Живу я благодаря Бога в Хорошенке. Хорошенке это село под Теренгой. Так вот, кроме того, мальчик в письме добавил, о том, что он находится в хороших отношениях с приставом города Сызрани. И поэтому не советует и сам продолжать судебную тяжбу. Тяжба, кстати говоря, успешно закончилась в пользу мальчика. Так самое любопытное, что и сын требовали не каких-то денежных компенсаций, а требовали возврата мальчика в ученичество. А чего это надо было? Догадайся, с трех раз. Мальчик был талантлив, по виду. Настолько стоим. Но если он за год заработал себе 200 рублей, и это вторая половина платы, которую он за что-то получил, это классные деньги. 13-летний мальчик. А мы не знаем его произведений. Так вот, к сожалению, других архивных документов про мальчика мы не нашли. Кстати, если кому будет интересно, Государственный архив Ульянской области, форма 124, офис 3, дело 927, листы 11-12 оборотов. Можете посмотреть. Вот такие замечательные истории случаются. Теперь... Ну, заработали экономисты, конечно. Нет, ну, средний иконостас, написанник Ольга иконостасов, это 300 рублей серебро. Это второй половина 19-го века. Это стандартно, они антрактно встречаются. Ну, и, не знаю, если интересно, мы поговорим о том, как промысел влечился. Да, как он закончился. Революция заставила прекратить... Да, абсолютно. ...всем этим, как написано, все занятия. Здесь, поэтому, конечно, от всяких историй подобного рода, можно рассказывать до бесконечности, которые... это настолько любопытно и забавно. Посмотрите, я отклонюсь еще по поводу одной истории. История, случившаяся в 1766 году, 22 октября, связана с Копылову Фомой Петров и сыном его, Артемием, Фомин, страна, Копылова Фома Петров и сына его, Артемии Фомин. А, правильно, Фома Петров. Это отчество Фомин. Правильно. У меня уже начинаются заскоки. Город Сызран, Сибирская губерния. Акт 1866 года Сызранского полицмейстера Софиенко Сухолинова по поводу Маленной в доме Попова Давида Васильевича. Из арестованных был Артемий Фомин. Мальчик 11 лет. Обучался в народном училище. Был за границей. Три года назад уехал за границу. В 8-летнем возрасте. Паспорт дал отец в Пруссию к Петру Ивановичу Ледневу. Зовут его монахом Павлом. Родной брат городского головы Алексея Иванова. Понятно, почему ему дали партнер. Глава Сызрана. Нет. Родной брат главы Сызрана это уже монах Павел Прусский. А мальчик поехал к нему в 8-летнем возрасте. В 8-летнем. Здорово. Причем сопровождающие может быть и были. Но по крайней мере в протоколе об этом нет ничего. Ни слова. Так вот самое любопытное. Мальчик вернулся не с пустыми руками. А привез с собой сундук нецензурных книг старобрядческих. То есть выпущенный по-видимому в типографию, которую открыл Павел Прусский в городе Евганецбург. И большим количеством медно-литых икон крестов и складников. Которые происходят по-видимому из мастерской вольминского монастыря. Где игуменом является Павел Прусский. То есть мальчик приехал еще с большим сундуком. Трудно представить, что в 11 лет он вернулся в Сызране. После трехлетнего путешествия и притащил еще такой тяжелевый сундук. В дальнейших сериях вы можете убедиться сами, что означает даже небольшой объем со сложенной медно-литой пластикой. Это очень тяжелая вещь. Вот такая история. Что его множество. То есть совсем ребенок? Совсем ребенок, да. А он туда учится игнапись по его? Нет, нет. Ну про это обесказанное слово у нас не встречается. Кстати говоря, Артемий Копылов, встречается у нас как заказчик икон у Бочкарева Александра Артемьковича впоследствии. и даже есть визитки такой логан. Он заказывал логан. То есть вот такая история. Так вот в завершение все-таки дойдем. Я постоянно ... Чем заканчивается вся эта история? Сыдоровским написанием? Да, сыдоровским написанием. Значит, Бочкаров Александр Артемькович умирает в 1934 году через год после возвращения ссылки в Холмогоров куда было правильно доложен обвинение. А что за обвинение было? Вообще говоря, никаких сведений по этому по поводу нет. Так вот вообще из домовой книги прописки граждан проживающего доме номер 5 по улице Чапаева Бочкаров Александр Артемькович в городе Сызык Саневожского края. Год месяца рождения 1866 год январь 15-го живописец фотоартели при мастерских ИЗО. То бишь перед смертью Бочкаров Александр Артемькович рисовал в вывеске. Следующая история это большое количество историй относится к 1931 году. Обляет Иван Иванович Тихонов Николаевич Романов Иван Филиппович Рычков Павел Степанович за писание и лишение гражданских прав. Можно считать что это счастливое завершение их истории. Тогда это говорили 5 программ 5 по зубам. Программа это высылка и решение гражданских прав. Так что вот финал Сызанской иконописи. Ну как любой другой иконопис на территории нашей страны которая в 30-х годах практически везде прекратилась. Разве что в Гуслицах о которых мы расскажем в следующий раз насколько я знаю продолжалось в годы до 50-х. Да там дома. Там почему-то были экономисты и как-то они не смотря на вот эти гонения они выживали и жили и работали. Я думаю про это мы расскажем в следующей серии. Большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Если будет возможность мы на них вам ответим. До свидания. До свидания.